здравствуйте с вами снова я и финляндия сегодня у нас четверг я только пришла домой сейчас 15 минут второго дня значит вот эта помадка на мне итальянская и как же она у называй 0 2 номер вот ой не хочу читать потому что плохо прочитаю а вообще это видите написано кика кико милану итальянская помадка вот духи сегодня я придя домой да что вот это так вот и будет что ли у меня туда сюда плохо отсвечивать духи не наносила на себя потому что я же была в центре я же была в центре поэтому я там под душилась шанель шанелькой габриэла 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 вот поэтому я не стала наносить потому что я люблю когда одни духи а вторые вечером душ пойду потом уже когда завтра нанесу свои какие-то видите волосы какие отросшие безобразные ну чистые вчера же у меня день сауны был чистые записалась на новый месяц на стирку как обычно ну и вам сейчас расскажу где я была утром я пошла вот написано лякари сойта тейле вот значит для врач позвонит мне семнадцатого восьмого с восьми до шестнадцати я пошла у меня проблема с коленкой я не знаю что это такое но это не нерв я поначалу думала что это может быть нерв нет это не нервы я так думаю возможно этот вот бурсит знаете воспаляются мышцы да или что это там воспаляется или жидкость какая-то собирается ну короче болит у меня колено то она у меня болела под коленой потом она у меня перешло вперед на кай на колену вот не не и само колено под колено впереди то по бокам в общем и знаете такая ситуация вот неудобно мне например спускаться по ступеням вообще невозможно подыматься нормально а спускаться очень плохо я хоть и хожу с ралатором но мне все равно как-то неудобно мне все равно как-то хочется эту ногу как-то так вот найти какое-то место чтобы ее как-то пристроить и если например утром я всегда делаю зарядку то у меня тоже трудно наклоняться ну ладно это все ерунда я просто что хотела сказать вот смотрите я пришла да но это не такая большая проблема вот и мне назначили звонок аж на 17 число то есть мне надо еще ждать 20 дней 20 дней вот но если я так думаю для себя если у меня сильно будет болеть то я пойду конечно в это в энтиапу скорую помощь пойду вот потому что вот она позвонит но она же по звонку что она мне я объясню и попрошу чтобы она мне дала направление на рентген или на ультра они ну или на это как это по-русски называется УЗИ вот или рентген или УЗИ это если она захочет а то она может еще сказать нет я так не могу надо записать ко мне время а это будет еще месяц ну ладно буду стараться а потом я оттуда села в автобус поехала хотела заехать на кладбище но потом решила не заезжать потому что ночью был дождь утром был дождь думаю там трава мокрая не поеду вот я поехала в центр сдала я вот эти два платья вот вот это джинсовая и то которое как будто бы белая с такими черными полосками как как этот самый хотел искать леопард нет и и не жирафа и не леопарда ну не важно вы помните забыла это животное выскочила это животное вот и потом вернулась в сканси походила в сканси там маленькое видео сняла вам в линдексе вот какие там скидки больше нигде не снимала и зашла еще сама зашла вот этот магазин который называется стадиум стадиум и купила для своего сынульки вот такую кофточку он любит такие кофточки видите такая кофточка на молнике сзади тут вот резинка а впереди она не не переходит в резинку вот так вот сделано видите с капюшоном такая тепленькая тут хорошая это фирма видите такая фирма это хорошая фирма сейчас я вам скажу сколько она стоила м-ку размер взяла она стоила 29,99 потом она стоила 2,19,99 и потом с 19,99 еще 50 процентов и того она стоила мне 9,99 вот 9,99 что мне нравится в этом магазине что здесь возврат можно делать в течение года года 365 дней возврат и обмен независимо от того вы взяли а то мне писали там ну это же не тот товар который по скидке да и тот товар который по скидке вы взяли любой товар и вы можете обменять или сдать в течение года вот я там брала брючки спортивные сыну вот а даже не знаю а сейчас я посмотрю с этой ногой я прям прихрамываю сейчас я посмотрю они подойдут по цвету нет брючки немножко светлее брючки немножко светлее видите вот брючки такого цвета а кофточка такого цвета ну не страшно это ж такая одежда не для того чтобы там на улице ходить он не ходит в таких вещах на улицу это в спортзал или на прогулку вот они часто ездят на остров Хортицу погулять пройтись там по ну когда прохладненько такую кофточку надеть такие штаны спортивные а так он всегда одевается он очень такой большой любитель наряжаться не что там мне у нас только Паша такой любит такой у него отец был ну и есть ну ладно это другая история вот еще раз вам покажу видите вот такая вот фирма вот такая фирма там кстати я померила мне очень понравились кроссовки кроссовки значит они стоили 30 потом их на на 50 процентов уценили они стали стоить 15 и сейчас они 7,50 стоят были значит розовые и были красные розовых моего размера не было 39 были красные я померила вы знаете хорошие такие белая подошва такая легкие легкие а верх такой вот в сеточку в сеточку в сеточку такой ну я так подумала ну есть у меня там он еще лежат одни не одеванные ну правда они больше не так как кроссовки сейчас тоже покажу вам не так как кроссовки а как просто ну сейчас покажу вот такие видите еще не раз не одела и в точно это в МЧМД мне покупала по моему за 5 евро покупала и в и точно такие сейчас ношу только повыше чуть-чуть подошвка такое же качество сиреневые вот сегодня я в них была вот они такие удобные такие тепленькие ну думаю ну зачем мне зачем надо это хотя бы поносить а потом уже что-то покупать и не стало а потом думаю а вообще-то может быть и надо было у меня ж это из-за того что у меня вот проблема с ногой с этой не из-за коленки коленка это недавно началась а вот тут же же у меня с левой стороны рыжий позвоночный и я тут нерв защемлен и идет на левую ногу поэтому мне надо я почему я беру себе я вообще-то 38 размер ношу ну из-за этой ноги левой я беру всегда 39 потому что ножка так немножко опухает поэтому надо взять 39 размер вот может быть и надо было взять там всякие были там и мужские были такие по скидке по 15 по 12 50 и по 20 всякие ну в общем не знаю не знаю может быть завтра зайду и возьму а может и не возьму не знаю не буду загадывать не знаю ну в общем вот это вот вам показала рассказала сейчас вот уже почти половина второго буду обедать я еще не обедала пообедаю потом загружу вам это видео и то которое я была в скансе посмотрите это я вам так просто могла так показать эту кофточку не показывая себя но думаю ладно давно я с вами не общалась уж пообщаюсь а вчера вечером решила сделать уборку и что же вы думаете тут у меня такая длинная дорожка на полу лежала я ее убрала нафиг извините вот не люблю я вот эти вот тряпки всякие только вот в спальне у меня лежит это ковричек который я с Хельсинки от Настюши привезла но это мой ковричек я ей давала а потом вот вернула его назад и тоже думаю ну зачем он нужен ну зачем он нужен наверное надо его тоже снять а куда его положить только если на балкон а больше мне некуда его ложить скрутить поставить ну будет стоять скрученный то так уже или сразу отнести на помойку выкинуть или скрутить поставить без разницы я вам положила вот эти вот у меня бело-черные вы знаете да под это под кровать скрутила я же одну разрезала так что-то мне захотелось я взяла разрезала ну ничего я довольна вот теперь у меня одна тут и две в спальне и все одинаковое вот но мне они не нравятся тем что на них вот каждая соринка каждая волосинка все это видно поэтому я их скрутила и положила и даже не знаю и даже и не скажу вам буду я их на зиму на зиму вложить или не буду видите тут волосы как-то вот так вот ложатся а тут не ложатся так ну и ладно вот есть у меня же еще рождественский красный ковер вот он мне нравится он такая ворса высокая но он такой легкий вот это самое такой хороший его так удобно пылесосить и на нем не видно вот этих всяких соринок волосинок ну в общем все наговорила вам с этой ногой со своей так аж неудобно подвигаться пока пока до новых встреч с вами была я и Финляндия подписывайтесь на мой канал на канал моей дочери Наталья П пишите английскими буквами хорошего вам настроения хорошего дня у нас опять вот тучи заходят но не страшно если даже и пойдет дождь не страшно потому что я и не собираю ну может быть вечером если дождя не будет пойду немножко с Ларой с соседкой прогуляюсь хорошей трудовой недели вам пока комментируйте любыми комментариями вы знаете я такой человек который не обижается и настроение создаю сама себе так что абсолютно принимаю все нормально пока 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 не знаю что не знаю что это не знаю но это я